Вы используете розамарин? Вы знаете, что розамарин – лучшее средство для стимуляции головного мозга. Как применять розамарин для улучшения кровотока в голове? Смотрите видео до конца и узнаете, насколько важен для головного мозга розамарин. Среди различных приправ иногда попадается удивительно душистое растение, листья у которого похожи на хвою, но это вечно зеленый розамарин. Наверное, не все знают, что розамарин является важным средством, способным омолаживать организм, стимулировать работу головного мозга и сердца, улучшать состояние кожи. Для употребления применяются молодые побеги и листья розамарина. Их собирают в период цветения. Состав розамарина довольно разнообразен. В нем содержатся витамины группы В, витамин А, аскорбиновая кислота. Из минералов в достаточном количестве калий и натрий, железа, фосфор, кальций, марганец и медь. Запах определяется наличием камфоры и эвкалиптового масла. Удивительный состав обладает различными стимулирующими свойствами, что и определяет омолаживающие свойства растения. Он удивительно противостоит старости, помогая в работе мозга и сердца, стимулируя обновление кожи, нормализуя гормональный статус. Употребление розамарина приводит к повышению антиоксидантной активности, нейтрализации солей тяжелых металлов, укреплению сосудов, повышению интенсивности обмена веществ. Положительное действие на работу головного мозга, антидепрессивное действие оказывает аромат растения. А уж употребление внутрь приводит к повышению жизненного тонуса, стимуляции иммунитета, ускорению регенерирующих процессов. Использование розамарина приводит к восстановлению здорового сна, уменьшению раздражения нервной системы. Под воздействием розамарина происходит активация процессов в клетках головного мозга, что улучшает память, внимание, повышает возможности обучения. Розамарин понижает количество холестерина в крови, а значит уменьшает вязкость крови. Это положительно влияет на мозговой кровоток. Как применяется розамарин? Розамарин можно использовать в кулинарии, добавляя его ежедневно в салаты и готовые блюда. Он придаст им свежесть и тонкость вкуса, добавит определенную нотку восприятия. Тем более, что употребление его ежедневно тонизирует не только вкусовые сосочки, но и головной мозг. Эфирное масло розамарина можно применять для ароматерапии, но его следует смешивать с другими полезными эфирными маслами, такими как цитрусовое и лавандовое. Аромат этих прекрасных продуктов чудесным образом стимулирует мозговую деятельность. Присутствие на рабочем столе ватного шарика, на которое нанесены указанные масла, придаст работе творческое вдохновение. Для стимуляции мозгового кровотока можно использовать настой розамарина. Для его приготовления надо залить чайную ложку сухих листьев, четырьмястами миллилитрами кипятка, дать настояться в течение половины часа, потом процедить и принимать по две столовые ложки три раза в день перед едой. Розамариновый чай особенно полезен перед сном, поскольку успокаивает, отвлекает от навязчивых мыслей и расслабляет. Когда не стоит употреблять розамарин? Несмотря на все свои положительные и целебные качества, не подходит розамарин для употребления детям до 12 лет. Также ни в коем случае его нельзя назначать при эпилепсии, потому что возможно спровоцировать приступ. Также применение розамарина может вызвать развитие аллергической реакции, поэтому страдающим аллергией принимать его надо с осторожностью. Вырастить розамарин можно у себя дома, он прекрасно растет на подоконнике и будет радовать вас ароматом, а при необходимости подлечит в любой момент.